Добрый день, уважаемые коллеги! Начиная с 2016 года в Казахстане реализуется проект стимулированием продуктивных инноваций. Это совместная работа правительства Казахстана и Всемирного банка. Сегодня на пресс-конференции представители Министерства образования и науки, а также группы по управлению проектом расскажут о ходе реализации данного проекта. Пресс-конференции представители Министерства образования и науки, а также группы по управлению проекта. Продолжение следует... 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 мониторинговой системы. Я думаю, что более подробно мои коллеги здесь присутствуют, все руководители четырёх компонентов здесь присутствуют, они более подробно вам расскажут о том, как реализовываться каждый компонент. Рахметным дозаватом. Спасибо вам. Следующее слово предоставляем Мурату Максутовичу. Пожалуйста. Первый компонент – это развитие базы знаний для инновации. В рамках этого подкомпонента предусмотрено две грантовые программы. Это грантовая программа групп старших и младших научных сотрудников и грантовая программа для ПХД-исследований постдокторантов или ПХД-докторантов, работающих как в Казахстане, так и за рубежом. Хочется отметить, что основной целью данных программ является развитие и проведение качественных научных исследований, необходимых для Казахстана, для производства Казахстана, экономики Казахстана и коммерциализация данных технологий. С этой целью использован лучший опыт международной практики и опыт, накопленный в рамках реализации проекта коммерциализации технологий. По грантовой программе ГСНС-ГМНС специально создан Международный совет по науке и коммерциализации в рамках соглашения о займе. Это независимый консультативный орган, который представлен девятью международными консультантами. Здесь хочется отметить, что когда проводили конкурс, была рассылка в сто топ вузов и научных центров международных, и приняло участие сто девять международных экспертов. В результате отобрано было девять международных экспертов, включая двух казахстанских по различным направлениям, и специалистов, связанных с коммерциализацией, с внедрением технологий. Отбор совершается этим международным советом, и мониторинг проектов, доведение до коммерциализации полностью контролируется данным советом. Этот совет правит приостановить проект, либо приостановить финансирование на определенных условиях. То есть каждые полгода Международный совет посещает Казахстан и посещает непосредственно проекты на местах. То есть здесь ведется детальный мониторинг и сопровождение. Следующей особенностью нашего проекта хотелось отметить, что все процедуры проводятся транспарентно. Подача заявок идет через электронный портал. При этом ни менеджеры, ни Международный совет на этапе подготовки заявки доступа к этому не имеют. Важной особенностью является то, что после проведения экспертизы Международный совет оставляет комментарии по каждому подпроекту, и они являются конфиденциальными и предназначены только для руководителей подпроектов. Они видят на портале, если проект даже отклонен, те минусы, которые имеет данный проект. Это оставляют все международные эксперты. Далее, очень важной особенностью является то, что Всемирный банк, начиная с этого проекта, особое внимание уделяет экологическим и социальным вопросам. То есть наши проекты, которые отбираются Международным советом, соответствуют всем нормам экологии. И вначале идет категоризация по категориям Всемирного банка, и проекты категории А, соответствующие категории 1-2 класса экологического кодекса Казахстана, отклоняются. Остальные проекты реализуются в рамках нашей грантовой программы. Кроме этого, особенностью является то, что создается независимое новое ТО для реализации подпроекта. Это необходимо для того, чтобы все вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, обговаривались на самом начале проекта. Кроме этого, важным моментом является наличие софинансирования. Это является обязательным условием. Это сделано для того, чтобы бизнес разделял риски с нашими грантополучателями. Также, чтобы были уже потребители, заказчики данных технологий. То есть, с самого начала прорабатывается вопрос стратегии развития коммерциализации по каждому проекту. И сразу выясняются потребители данной технологии, чтобы по завершению проекта эта технология была востребована и достигла коммерциализации. Под коммерциализацией мы понимаем прямые продажи, достигнутые по результатам проекта, либо совершение лицензионной сделки, то есть передача IP третьему лицу, то есть организации, которая может наладить производство и выпуск нового продукта. Спасибо вам. Следующее слово предоставляем Дархану Рахметовичу. Добрый день. С 6 сентября текущего года была объявлена грантовая программа по консорциуму производственного сектора. Цель данной грантовой программы была объединить науку совместно в бизнес для создания консорциум, который будет создавать технологии и решения, имеющие отраслевую задачу, имеющие стратегические задачи. По данной грантовой программе будет профинансирование два вида грантов. Это создание научно-индустриального центра на базе университета, который должен быть международно признанный и работать для нужд именно членов консорциума производственных предприятий, а также других представителей отрасли. Второй вид – это научно-индустриальный консорциум. Здесь на базе предприятия, оно объединяет между собой другие предприятия из данной отрасли, плюс научные организации отраслевые. Они должны создать какое-то системное решение в течение трех лет и завершить его. 20 октября завершился конкурс, было подано 45 заявок, из них 17 по первому виду грантов и 28 по второму типу гранта. Запрашиваем сумму, составляет порядка 19 миллиардов тенге. Из них заявленная сумма софинансирована порядка 4,5 миллиардов тенге, что составляет 24% от общей суммы грантов. Основным направлением являются наши стратегические отрасли, как строительный сектор, нефтегаз, горная металлургия, также сельское хозяйство. Заявки были поданы из 11 регионов, но наибольшее количество заявок было из городов Астаны, из Алматы и Астаны по 16 и 11 соответственно. На данный момент заявки находятся на рассмотрении Международного совета по науке и коммерциализации, которого 5-6 ноября должны подвести итоги и рекомендовать комиссии МОН список проектов для финансирования, из которых комиссия отберет уже окончательных победителей. Спасибо вам. За информацию в следующий слой предоставляем Балжану Гиришу. В Республике Казахстан будет создана инновационная обсерватория, как площадка независимая, куда будет мониторить и отслеживать весь ход инновационного процесса в Республике Казахстан. Одной из важных целей создания инновационной обсерватории, чтобы бизнес и наука могли видеть и взаимодействовать между собой легко, открыто и очень быстро за короткий период времени. На сегодняшний день в Республике Казахстан делается очень много в области инновации. Созданы региональные инновационные офисы в каждом регионе. Вот их рейтинг, отслеживание, методологическая помощь, как необходимо проводить все эти инновационные исследования, выявление лучших практик и их распространение для других участников инновации, это будет непосредственной задачей создаваемой инновационной обсерватории. Вы знаете, что в глобальном индексе конкурентноспособности Казахстан на сегодняшний день на 59 месте. И поэтому создание той площадки, которая будет мониторить весь процесс в Республике Казахстан в инновациях и предоставлять правительству определенный доклад, который поможет ему принимать правильные решения в сфере инновации, вот это одна из основных задач создаваемой инновационной обсерватории. Кроме того, все это поможет усилить и повысить именно инновационную экосистему Республики Казахстан. Прошу, спасибо. Спасибо вам. Следующее слово предоставляем Алану Тегурову. Разрешите вам предоставить текущий статус реализации третьего компонента, консолидация цикла коммерциализации. Данный компонент состоит из четырех подкомпонентов. Это создание венчурного фонда, это технологическое брокерство, офисы технологического ускорения за рубежом и повышение потенциала офиса коммерциализации технологий при ведущих вузах Казахстана. Венчурный фонд, как уже было проговорено, будет создан на базе МФЦА. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в связи с тем, что там будет действовать свое право, то есть, как правило, это английское право, что будет очень положительно влиять на венчурный фонд. Планируется дата открытия в 2018 году. Технологическое брокерство. На данный момент уже работают шесть технологических брокеров. Ими был отобран 1400 пул потенциальных проектов, которые можно коммерциализировать. Технологический брокер – это человек, который объединяет науку, предпринимательство и частный сектор для совершения сделок. Офисы коммерциализации технологий при ведущих вузах Казахстана на данный момент мы имеем 24 ОКТ, которые необходимо прокачать в плане обучения, помочь им получить тот необходимый инструмент для того, чтобы они правильно делали сделки, которые несут им ученые, выводили их на международный рынок. Поэтому данный компонент считается одним из основных. Спасибо. Спасибо. Вам, уважаемые коллеги, мы переходим к вопросам, если желающие задать вопросы. Прошу срока. Прошу срока. Прошу срока. Прошу срока. Прошу срока. Ну, основные требования к заявителям – это создание нового ТУ для реализации проекта, затем руководитель должен быть казахстанский гражданин, третье – обязательно софинансирование. То есть это условия без порога софинансирования. То есть сумма на сегодняшний момент в среднем составляет порядка 10%. Прошу срока. Прошу срока. Прошу срока. Продолжение следует... Продолжение следует... Какие были работы проведены в привлечении представителей регионов, областей для участия в этом конкурсе? Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому, конечно, организация связи между предприятиями и научными организациями мы очень большое внимание уделяем в нашей работе. Продолжение следует... 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 И сейчас они тесно работают с Министерством здравоохранения, уже имеют первых клиентов. Благодарим Вас за ответы. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Казахстанская правда. Уточните, пожалуйста, какие изменения были внесены в правила финансирования проектов в 2017 году? Как мы знаем, были внесены изменения? Спасибо. Основное изменение связано с экологической категоризацией. Раньше не было таких жестких требований по экологии. В настоящее время, если согласно экологического кодекса Республики Казахстан, проекты относятся к первому, второму классу опасности по категоризации Всемирного банка, это категория А, эти проекты отклоняются. Категория В должны подготовить план охраны окружающей среды, оценку воздействия на окружающие среды, пройти экологическую экспертизу в департаментах экологии и получить положительное заключение на данный проект. Кроме этого, обязательным требованием является наличие софинансирования, то есть наличие бизнес-партнера. И у нас нету порога, тем не менее, в среднем состояло порядка 10% софинансирования со стороны бизнеса. Вот это основные требования. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Информационная агенция Казинформа, Сатаханбеков. Несколько вопросов. Первый уточняющий господина Абдрасилову. Какие исследования в научной деятельности в Казахстане сегодня наиболее актуальны? Что требует, по вашему мнению, коммерциализации в перспективе? Какие виды научной деятельности? В каких ученых нуждается сегодня Казахстан? Наверное, вы проводили какие-то исследования, анализ, возможно, ситуации. Каких ученых исследователей планируется привлечь из-за рубежа? Известно, что очень много казахстанцев работают в зарубежных институтах, известных в той же самой Силиконовой, где-то долине. Также хотелось уточнить, по грантовой программе консорциума производственного сектора, 45 заявок было подано, сумма общая 4,5 миллиарда, которые будет планироваться выделить на эти проекты. Какое количество проектов все-таки будет одобрено? Не все 45 проектов. И уточнить по инновационной обсерватории, где будет она располагаться и когда планируется именно ее создание. В какой период времени? Спасибо большое за вопрос интересный. Конечно, развитие науки является одним из главных показателей развитости любого общества, экономики и так далее. Вы видите, что, например, есть страны, которые практически не имея никаких ресурсов, я имею в виду Израиль, Южная Корея, практически у них нет ни полезных ископаемых, ни воды. Они создали экономику, которая входит в десятку лучших конкурентоспособных экономик за счет инноваций, за счет науки. Естественно, мы в Казахстане сейчас озабочены тем, что у нас есть ресурсы, понятно, там нефть, газ, другие полезные ископаемые. Они исчерпаются, они имеют свойство заканчиваться, как мы видим на примере других стран. Поэтому сейчас президент поставил перед нами большую задачу, это и в 100 шагах есть, и в других, модернизация 3.0 и так далее, создать именно экономику, основанную на инновациях. Поэтому развитие экономики, развитие науки, оно сейчас выходит на первое место. И если вы обратили внимание, в выступлениях наших политиков, также сейчас очень много вопросов и проблем поднимают именно в области науки. Ну, что касается нынешнего состояния нашей науки, то я могу сказать, что в принципе у нас есть потенциал, мы этот потенциал стараемся развивать. Но для того, чтобы действительно наука работала на экономике, нужны новые подходы. И вот как раз-таки вот этот проект, который мы реализовываем, именно направлен на то, чтобы ученые работали на производстве, ученые работали на экономику. Что касается современных наших ученых, новые поколения ученых сейчас мы готовим, они в рамках докторских PhD-программ готовятся на базе высших учебных заведений, в последнее время на базе НИИ мы сейчас готовим. Мы, например, видим образ современного ученого, как человек, который совершенно владеет английским языком, который напрямую из первоисточников может ознакомиться с последними достижениями в области науки, владеет современными технологиями, исследовательскими технологиями, умеет выступать на зарубежных научных конференциях, то есть человек, который интегрирован в международное научное пространство. Конечно, у нас есть такие ученые, но, к сожалению, в этом направлении нам предстоит сделать больше, чем сделано. Поэтому мы сейчас разрабатываем в Министерстве программу развития до 2025 года программу развития науки, где мы выделили основные направления. Это, прежде всего, как вы заметили, это вхождение в Казахстан международные консорциумы, такие, как, например, ЦЕРН. Вы знаете, что адронный коллайдер находится на базе ЦЕРНа. Это центральная европейская лаборатория в Берне, Швейцарии. Много таких научных центров, куда пока мы не имеем доступа. Для того, чтобы приобщиться к современным исследованиям, конечно, в высококачественном исследовании мы должны получить доступ в такие консорции. Поэтому в рамках нашего подхода, стратегии мы будем работать в этом направлении. Полный переход на английский язык нашей науки, чтобы вся наша наука работала на английском языке. Почему? Потому что мы видим, что те страны, которые своевременно перевели науку на английский язык, они добились существенных успехов. Даже если взять наших самых ближайших соседей, это Китай, у них практически все на английском языке в науке. В Германии. И много можно таких примеров привести, где приобщение ученых, действительно овладение учеными английским языком, оно дало очень сильный мультипомпликативный эффект. И, естественно, цифровизация науки, это создание базы данных, это перевод полностью, управление научными проектами на проектный менеджмент с использованием информационно-коммуникационных технологий. Вот такие три главных тренды, которые, ну, они в основном организационного плана, которые, я думаю, выведут нашу науку на уровень передовых. Что касается вопроса, какие приоритеты в науке, они у нас есть, у нас семь приоритетов, они определены высшим научно-технической комиссией при правительстве. Ну, среди некоторых из них я могу сказать, что это, конечно, прежде всего, это развитие аграрной науки, потому что мы аграрная страна. И для того, чтобы мы могли позиционировать себя и дальше, как передовая аграрная страна, у нас должна быть передовая наука. Здесь есть отставание от современных научных трендов. Мы больше занимаемся селекцией, тогда как в мире перешли уже на генный уровень, на биотехнологические подходы в развитии растеневодства. Конечно, это ИКТ, информационно-коммуникационные технологии. У нас очень хорошая школа программистов, и мы здесь видим, мы можем сделать прорывы, в том числе в создании искусственного интеллекта. В этом направлении на базе Назарбаев университета, на базе наших ведущих университетов, а также на базе нашего Института прикладной математики и вычислительной техники такие работы ведутся. Естественно, конечно, страна, которая вырабатывает и производит нефтепродукты, мы заинтересованы в развитии нефтехимии. Здесь также у нас есть определенные прорывы, и мы видим, что в развитии этих наук мы видим очень большой экономический эффект. То есть мы говорим о том, что мы понимаем, куда нам в науке нужно двигаться, что нужно делать, и в этом направлении Министерство образования и науки ведет продуманную и стратегическую политику. Министерство образования 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 и стратегическую политику. Продолжение следует...